Рожденные в года глухие Профессор Ганс Георг Гадамир, трактуя феномен понимания как способ человеческого бытия, опыт жизни, истории, искусства или науки, учил находить общий смысл в различных воззрениях. Наша повседневная жизнь является собой непрекращающееся движение через одновременность прошлого и будущего. Сущность того, что мы называем духом, заключается в самой способности продвигаться вперед, удерживая этот горизонт открытого будущего и неповторимого прошлого. Мнемозина – муза памяти, муза овладевающего воспоминания, царящая там одновременно и муза духовной свободы. И память и воспоминания, несущие в себе искусство прошлого, традицию нашего искусства и смелое экспериментирование, его невероятные, противоречивые, себя отрицающие формы, одинаково свидетельствуют о деятельности духа. И мы должны спросить себя, что вытекает из такого единства прошлого и настоящего. Гадамир. Актуальность прекрасного Удерживая горизонт открытого будущего и неповторимого прошлого, Александр Блок в 1908 году пишет цикл стихотворений «На поле Куликовом», привязанный к исторической битве 1380 года, когда русское войско под предводительством князя Дмитрия Донского разгромило полчища золотоордынского хана Мамая. На поле Куликова Мы, сам друг, над степью в полночь встали, Не вернуться, не взглянуть назад. За непрядвой лебеди кричали, И опять, опять они кричат. На пути горючий белый камень, За рекой поганая орда, Светлый стяг над нашими полками Не взыграет больше никогда. И к земле, склонившись головою, Говорит мне друг, Остри свой меч, чтоб недаром Биться с татарвою, За святое дело мертвым лечь. Я не первый воин, не последний, Долго будет Родина больна, Помянишь заранее обедней, Мила друга, светлая жена. 8 июня 1908 Нина Николаевна Берберова в биографической книге Александра Блока «Его время», Вышедшей в 1947 году на французском языке в Париже, Отмечала, Уже в 1908 году он предчувствует Скорбную судьбу России. Его интересует не политика, А как сохранить бессмертную душу его страны и будущее, В котором он прозревает ожесточенную борьбу Во спасение вечных частиц этой души. Он берется за эту тему не как мыслитель, Вооруженный умозрительными схемами, Но как поэт чувствующий, Страдающий и любящий. Если так, Долго будет Родина больна, Историческая это реминесценция, Или пророческое суждение о будущем. В любом случае, идея «За святое дело мертвым лечь» Актуальна в российской истории множественное число раз, Как в 1380, 1612, 1709, 1812, 1853, Так и в 1904, 1914 и 1941. А на рубеже 19-го и 20-го веков знаток Син-Симона, ведший некогда переписку с Карлом Марксом, адвокат Танеев, Высказывал за обедом сногсшибательные сентенции о том, что от существующего строя не останется и камня на камне. И еще нежно любил он сент-жюста. Его постоянную поговоркою было упоминание всем и каждому, как некое мементомори. Это будет тогда, когда мужики придут рубить головы нам. И ужаснув либерала, порывающегося идти в народ в Афраке и в Шапокляке, весьма довольный он нюхал розу. По его мнению, давно пора рубить голову, туда и дорога нам. Это мнение его распространялось на весь круг друзей и знакомых. Удивительно, что у них головы на плечах. Еще сто лет тому назад следовало бы начать головорубку. И как жаль, что Робеспьер не дорубил. Андрей Белый на рубеже двух столетий Осенний день Идем по жневью не спеша, с тобою, друг мой скромный, И изливается душа, как в сельской церкви темной. Осенний день высок и тих, лишь слышно, ворон глухо зовет товарищей своих, да кашляет старуха. Овин растелит низкий дым, и долго под Овином мы взором пристальным следим за ледом журавлиным. Летят, летят косым углом, вожак звенит и плачет. О чем звенит, о чем, о чем, что плачь осенний, значит? И низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, И светит в потемневший день костер в лугу далеком. О, нищая моя страна, что ты для сердца значишь? О, бедная моя жена, о чем ты горько плачешь? 1 января 1909 Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя. Не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня все та же, лирическая величина. На самом деле ее нет, не было и не будет. Я давно уже читаю «Войну и мир» и перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует. Александр Блок из «Письма матери» 19 июня 1909 года Бытие книги – это бытие смысла в понимании людей, способных выполнить смысл. Поэту не могут быть чужды индивидуальные человеческие устремления, чувства, желания. Иначе о чем, о какой человеческой субъективности и индивидуальности расскажут стихи? Но при сильном личностном творческом начале в поэте также говорит надиндивидуальное, образное и свободное слово, благодаря которому действительно становление и понимание текста. Так на грани творческой индивидуальности и надиндивидуального родного языка рождаются литературные произведения. От прозы до стихов, от лирики до публицистики. Так и только так существуют они и в сознании читателя. Я перечитал почти всю прозу Пушкина. Это существует. Из индивидуального человеческого желания жить, общаться, любить Происходит стремление преодолеть одиночество, а также сами понятия общественности, общественной деятельности, народной души. В обязательстве написать доклад о единственном возможном преодолении одиночества, приобщении к народной душе и занятии общественной деятельности. Александр Блок. Записанные книжки. 12 сентября 1908 года. И написанной тогда же статье «Народ и интеллигенция» 1908 года понятия общественности совсем не согласуются с положением «переделать уже ничего нельзя, не переделает никакая революция», продиктованном Блоку самим языком, духом времени, над индивидуальным прозрением. Все люди сгниют, несколько человек останется, люблю я только искусство, детей и смерть. Перед этой неизбежностью какое может быть преодоление одиночества, спасение в полной отрешенности, освобождение в скиту, в одиночестве я и его символического собеседника ты. На поле Куликовом В ночь, когда Мамай залег с ордою в степи и мосты, в темном поле были мы с тобою, разве знала ты? Перед доном темным и зловещим средь ночных полей слышал я твой голос сердцем вещим в криках лебедей. С полуночи тучей возносилась княжеская рать, и вдали, вдали остремя билась, гласила мать. И чертяк круги, ночные птицы реяли вдали, а над Русью тихие зорницы князя стерегли. Орлий клёкот над татарским станом угрожал бедой, а непрядва убралась с туманом, что княжна фатой. И с туманом над медпрядвой спящей прямо на меня ты сошла в одежде свет струящий, не спугнув коня. Серебром волны блеснула другу на стальном мече, освежила пыльную кольчугу на моем плече. И когда наутро тучей черной двинулась орда, был в щите твой лик нерукотворный, светел навсегда. 14 июня 1908 Поэт сам создает свою жизнь, такую, какой до него не было. Суть его жизни в стихах, хотя сама по себе жизнь, личная жизнь по мнению Блока, это просто кое-как. В конце сентября 1901 года Александр Блок перешел на славяно-русское отделение филологического факультета. Поэт рассказывал. От полного незнания и неумения сообщаться с миром со мною случился анекдот, о котором я вспоминаю с удовольствием и благодарностью. Как-то в дождливый осенний день, если не ошибаюсь, 1900 года, отправился я со стихами к старинному знакомому нашей семьи, Виктору Петровичу Острогорскому, теперь покойному. Он редактировал тогда мир Божий. Не говоря, кто меня к нему направил, я с волнением дал ему два маленьких стихотворения, внушенные Сирином, Алконостом и Гамаюдом. Пробежав стихи, он сказал. Как вам не стыдно, молодой человек, заниматься этим, когда в университете Бог знает, что творится, и выпроводил меня со свирепым добродушием. Тогда это было обидно, а теперь вспоминать об этом приятнее, чем обо многих позднейших похвалах. После этого случая я долго никуда не совался, пока в 1902 году меня не направили к Никольскому, редактировавшему тогда вместе с Репиным студенческий сборник. Уже через год после этого я стал печататься серьезно. Первыми, кто обратил внимание на мои стихи со стороны, были Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьевы. Двоюродная сестра моей матери. Первые мои вещи появились в 1903 году в журнале «Новый путь» и почти одновременно в альманахе «Северные цветы». Александр Блок. Автобиография. Опять с вековою тоскою пригнулись к земле ковыли, опять за туманной рекою ты кличишь меня из долины. Умчались, пропали без вести степных кобылиц табуны, размазаны дикие страсти под игом ущербной луны. И я с вековою тоскою, как волк под ущербной луной, не знаю, что делать с собою, куда мне лететь за тобой. Я слушаю рокоты сечи и трубные крики татар. Я вижу над Руссю далече широкий и тихий пожар. Объятый тоскою могучий, я рыщу на белом коне. Встречаются вольные тучи в амглистой ночной вышине. Вздымаются светлые мысли в растерзанном сердце моем. И падают светлые мысли, сожженные темным огнем. Явись, мое дивное диво, быть светлым меня научи. Сдымается конская грива, за ветром взывают мечи. 31 июля 1908. 2 января 1903 года поэт сделал предложение дочери знаменитого русского химика, Любови Дмитриевне Менделеевой. Первый раз они повстречались в университетском дворике, когда Саше было 3 года, а Люби 2. Молодые люди вместе участвовали в домашних спектаклях, он был Гамлет, она Офелия, и редко обходились друг без друга. 25 мая состоялось обручение. 17 августа очень красивое и торжественное венчание в церкви села Тараканово и свадебный банкет в имени Менделеевых в Бобаново. На следующий день молодожены вернулись в Петербург, где начиналась полновесная литературная деятельность человека бесстрашной искренности. В номере 3 журнала «Новый путь» вышла его первая проза, две маленькие рецензии, одна на переводы Овидия, выполненные Шестаковым, другая на брошюрку от старного полковника Бейнингена «Близость второго пришествия спасителя». В четвертом же номере «Нового пути» появился исполненный музыкой отзыв на симфонию, вторую драматическую Андрея Белову. Ветер принёс издалёка песни весенний намёк, где-то светло и глубоко небо открылся клочок. В этой бездонной лазуре, в сумерках близкой весны, плакали зимние бури, рели звёздные сны. Рокко, темно и глубоко, плакали струны мои, ветер принёс издалёка звучные песни твои. 29 января 1901-1907 Чтобы что-нибудь создать, надо чем-то быть, не без основания утверждал Иоганн Вольфганг Гёте. Превращением жизни в мистерию, в художественное действие, личное творчество бредили московские символисты Андрей Белый, Сергей Михайлович Соловьёв, Элис, Нина Ивановна Петровская и другие. Знакомство с ними произошло в январе 1904 года по приезде блоков в Москву. 10 января 1904 года, в морозный пылающий день, раздаётся звонок. Меня спрашивают. Выхожу я и вижу. Нарядная дама выходит из меха. Высокий студент, сняв пальто, его вешает, стиснув в руке рукавицы молочного цвета. Фуражка лежит. Блоки. Широкоплечий. Прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим. Супруга поэта одета, подчёркнуто чопорно. В воздухе запах духов. Молодая, весёлая, очень изящная пара. Но, но Александр Леблок, юноша этот, с лицом, на котором без вспышек румянца горит розоватый обветр, не то молодец сказок, не то очень статный военный, со сдержами ровных, немногих движений, застенчиво милым, чуть на бок и склонённым лицом, улыбнувшимся мне. Он подходит, растериваясь голубыми глазами, присевшими в складки, от явных усилий меня разглядеть, и стоит, потоптываясь, сходство с гауптманом юным. Борис Николаевич, поцеловались. Но образ, который во мне возникал от стихов, был иной. Роста малого, с бледно-болезненным, очень тяжёлым лицом, с небольшими ногами, в одежде не сшитой отлично, вперённый всегда в горизонт, беспокоящим фосфором глаз. И с зачёсанными волосами таким вставал блок из раздувий. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной дуне сердцем беден. Курчавая шапка густых ржеватых волос, умный лоб, перерезанный складкою, рот улыбнувшийся, глаза приближённо смотрят, явивши растерянность, большую, чем подобало, разочарование. Моё состояние передалось Александру Александровичу. Он, конфузясь смущением моим, очень долго замешкался с недоумённой улыбкою около вешалки. Я всё старался повесить пальто. Он в карман рукавицы засовывал, и не смущалась нарядная дама, супруга его, не сняв шапочки, ярко пылая морозом и ясняясь опрядями золотоватых волос, смеховую большущую муфтой в руке прошла в комнаты, куда повёл я гостей и где мать ожидала их. Андрей Белый. Начало века. Брожу в стенах монастыря, безрадостный и тёмный инок, чуть брежет бледная заря, слежу мелькания снежинок. Ах, ночь длинна, заря бледна, на нашем севере угрюмом, у занесённого окна упорным предаются думам. Один и тот же снег, белей, нетронутой и вечной ризы, и вечно бледный воск свечей и убелённые карнизы. Мне странен холод здешних стен и непонятна жизнь и бедность. Меня пугает сонный плен и, братья, мертвенная бледность. Заря бледна и ночь долга, как ряд за утрень и обеден. Ах, сам я бледен, как снега, в упорной дуне сердцем беден. 11 июня 1902-го Шахмата «Нравится мне его строгое лицо и голова флорентинца эпохи Возрождения», признавался Максим Горький после знакомства с ним на средах у Вячеслава Ивана. Что-то вечно зыбилось и дрожало возле рта, под глазами, как бы втягивало в себя впечатление, вспоминал облик поэта Корней Ивана Тичуковский. Физиономист и художник Максимилиан Волошин ставил мысленный эксперимент. Мысленно пропускаю я перед собой ряд образов, лики современных поэтов. Бальмант, Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Александр Блок. Длинное ожерелье японских массов, каждая из которых остается в глазах четкостью своей гримасы. У Валерия Брюсова лицо звериное, маска дикой рыси с кисточками шерсти на ушах, хищный кошачий лоб, убегающий назад, прямой затылок на одной линии с шеей, глаза раскольника, как углем, обведенные черными ресницами, злобный оскал зубов, который придает его смеху оттенок ярости. В Андрее Белом есть та же зверинность, только подернутая тусклым блеском безумия. Глаза его, точно так же обведенные углем, неестественно и безумно сдвинуты к переносице. Нижние веки прищурены, а верхние широко открыты. На узком и высоком лбу тремя клоками дыбом стоят длинные волосы, образуя прическу а-ля Антихрист. Среди этих лиц, сосредоточенных в одной черте устремленности и страстного порыва, лицо Александра Блока выделяется своим ясным и холодным спокойствием, как мраморная греческая маска. Академически нарисованная, безукоризненная в пропорциях, с тонко очерченным лбом, с безукоризненными дугами бровей, с короткими вьющимися волосами, с влажным изгибом уст, оно напоминает строгую голову Проксителева Гермеса, в которую вправлены бледные глаза из прозрачного тусклого камня. Мраморным холодом веет от этого лица. Рассматривая лица других поэтов, можно ошибиться в определении их специальностей. Вячеслава Иванова можно принять за добросовестного профессора, Андрея Белого – за бесноватого, Бальмонта – за знатного испанца, путешествующего инкогнито по России, без знания языка. Брюссова – за цыгана, но относительно Блока не может быть никаких сомнений в том, что он поэт, так как он ближе всего стоит к традиционно-романтическому типу поэта, поэта классического периода немецкой поэзии. Максимилиан Волошин Александр Блок. Нечаянная радость О, я хочу безумно жить, Все сущее увековечить, Безличное почеловечить, Не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, Пусть задыхаюсь в этом сне, Быть может, юноша веселый В грядущем скажет обо мне. Прости мугрюмство, Разве это сокрытый двигатель его? Он весь, дитя добра и света, Он весь, свободы, торжество. 5 февраля 1914 К концу 1904 года Александром Блоком было написано почти 750 стихотворений. 13 декабря проходит первое публичное обсуждение его творчества в кружке изящной словесности при Петербургском университете. Стих Блока «Гибок и задумчив», отмечает Волошин в 1907. У него есть свое лицо, в нем слышен голос поэта. Это достоинство редкое и драгоценно. Сам он читает свои стихи неторопливо, размеренно, ясно, своим ровным матовым голосом. Его декламация развертывается строгая, спокойная, как ряд гипсовых барельефов. Все оттенено, построено точно, но нет ни одной краски, как и в его мраморном лице. Намеренная тусклость и равнодушие покрывают его чтение, скрывая, быть может, слишком интимный трепет, вложенный в стихи. Эта гипсовая барельефность придает особый вес и скромность его чтению. Максимилиан Волошин, Александр Блок, «Нечаянная радость». Дитя добра и света, свободы, торжество – это стихи, это подлинная жизнь поэта, рассказанная им самим. Угрюмство и тяжелый сон, в котором задыхаешься, личная жизнь, которая кое-как, но которая и не суть важна для голоса и облика сокрытого двигателя. Каков бы ни был этот облик и голос, дети рубежа, дети страшных лет России, молодые символисты узнавали друг друга. Сокрытый двигатель во все эпохи на всех один. Мы, дети рубежа, позднее встречаясь, узнавали друг друга. Ведь мы были до встречи уже социальной группой подпольщиков культуры. Группа объединилась не столько на «да», сколько на «нет». Эпоха нас родившая была статична. Мы были в те годы заряд динамизма. Отцы наши, будучи аналитиками, превратили анализ в догму. Мы, отдаваясь текучему процессу, были скорее диалектиками, ища единство противоположностей, как целого неадекватного только суммы частей. Слагаемые или части, не отражающие чего-то в целом, называли эмблемами мы. Искомое целое, как обстанием, неданную действительность, мы назвали сферой символа. Под словом символ разумел я конкретный синтез, а не абстрактный. В его квалитативности, а не только в квантитос. Рассудочный синтез квантитативен. После Канта всякий синтез принял форму синтеза в рассудке. И только под символом разумели мы химический синтез, разумелись соль, свойства которой не даны ни в яде хлора, ни в яде натрия. Соль образующих ставит знак равенства между химией и свойствами частей в целом, не данной в частях. И мистикой может только человек, не изучавший природу химических веществ, природы диалектики, природы количественной качественности, о которой правильно говорит Энгельс. Мы разумели некую жизненность факта, невзятую на учет формальными эстетиками. Слово символон производил я от глагола симбалло, соединяю, как вместе сбрасываю с выделением химической энергии, присуществляющей хлор и натрий в третье новое вещество Соль Символизм означало осуществленный до конца синтез, а не только соположение синтезируемых частей Сюнтитэми Сополагаю В соположении количество не выявляют еще своих новых качеств. Причем мистика. Разве химическая реакция мистична? В символизации мы подчеркивали процесс становления новых качеств. В словесной изобразительности диалектику течения новых словесных значений мы были всегда гераклитианцами, несущими бунт в царство средневекового Аристотеля. Самое понятие гераклитовского логоса было нам понятием ритма, закона изменений, а не статической формы или нормы рассудка. Андрей Белый на рубеже двух столетий Друзья, молчите, проклятые, струны, Аполлон Майкл. Друг другу мы тайно враждебные, Завистливы, глухи, чужды, А как бы и жить, и работать, Не зная из вечной вражды? Что делать? Ведь каждый старался Свой собственный дом отравить, Все стены пропитаны ядом, И вне, где головы преклонить. Что делать? Изверившись в счастье, От смеху мы сходим с ума, И пьяный с улицы смотрим, Как рушатся наши дома. Предатели в жизни и дружбе, Пустых расточителей слов, Что делать? Мы путь расчищаем Для наших далёких сынов. Когда под забором в крапиве Несчастные кости сгниют, Какой-нибудь поздний историк Напишет внушительный труд, Вот только замучит проклятые Ни в чём не повинных ребят Годами рождения и смерти И ворохом скверных цитат. Печальная доля, Так сложно, Так трудно и празднично жить И стать достоянием доцента, И критиков новых плодить, Зарыться бы в свежем бурьяне, Забыться бы сном навсегда, Молчите, проклятые книги, Я вас не писал никогда. 24 июля 1908. По оценке самого поэта, Университет не сыграл в его жизни Особенно важной роли. По всей видимости, Речь идёт о мировоззренческой роли Обучения в университете, Ведь академическая среда Профессоров и их учёных дискуссий Была частью домашнего быта, В котором происходил его рост и воспитание. В то же время нельзя исключать, Что обострённое чувство истории, Звучное, ярко явленное В стихотворном цикле О битве 1380 года Заговорило языком музы памяти И одновременно музы духовной свободы Не без помощи лекции Уважаемых профессоров Соболевского, Шляпкина, Платонова, Веденского, Зелинского. Высшее образование, Полученное в императорском университете, Дало дисциплину ума И навыки работы с текстом. Они пригодились ему В историко-литературных изысканиях И в критических опытах, Долею научностью, которая заключена в них, Я обязан университету. В октябре 1905 года Во главе революционной демонстрации Поэт несёт красное знамя На поле Куликовом И мглою бед неотразимых Грядущий день заволокло. Владимир Соловьёв Опять над полем Куликовым Зашла и расточилась мгла И словно облаком суровым Грядущий день заволокла За тишиною непробудной, За разливающейся мглой Не слышно грома битвы чудной, Не видно молнии боевой. Но узнаю тебя Начало высоких и мятежных дней Над вражьим станом, как бывало, И плеск, и трубы для лебедей. Не может сердце жить покоем, Недаром тучи собрались, Доспех тяжёл, как перед боем. Теперь твой час настал. Молись. 23 декабря 1908 В собрании стихотворений 1912 года Поэт сопроводил цикл Следующим примечанием. Куликовская битва Принадлежит по убеждению автора К символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их ещё впереди. Стихотворение Сложный организованный смысл. Этот смысл нередко превосходит Истолкование, Которое может позволить себе поэт. Собственно говоря, Авторский комментарий Это только одно из возможных истолкований. Время находит в организации стихотворения Новый смысл. Актуальный, глубочайший, Со своим звуком и цветом. А если не находит, Стих превращается в артефакт, Интересный исключительно для историков литературы И немногих любителей Средневековой поэзии. Так, по мнению Орлова, В статье «Народ и интеллигенция» Александр Блок даёт следующее истолкование Образам стихотворного цикла. Русский стан Дмитрия Донского Это полуторастамиллионный народ, Несчислимые силы которого Пока ещё дремлют в бездействии, А вражий стан поганой Орды Это несколько сот тысяч интеллигентов, Не умеющих найти путей к народу. Очевидно, что если бы смысл цикла Ограничивался интерпретацией Данной ему советскому литературоведению, Вряд ли бы цикл мог быть Содержательным для будущих поколений. Вот почему доспех тяжёл, Как перед боем. Это совсем не о бордах Бездействующего где-то в 908 году народа, А и о тех, кто в ноябре 1941 И в апреле 1945. Теперь твой час настал, молись, Это уже, конечно, обо всех нас, Узнающих и принимающих жизнь И приветствующих её звоном счета, Какие бы перемены, По своей суровости и размаху, Не уступающие битве на поле Куликовому Или даже превосходящие её, Не сжимали кольцо нашего существования, Не бросали жребий России Во всей её лирической величине. Слово поэта сказано, Голос его услышан. О, Русь моя, жена моя, До боли нам ясен долгий путь. Вот, наверное, отчего после всех Катастроф и терний, Исторического пути, Революции и эволюции, Русская речь может звучать Во всей своей силе и полноте. Вот что в конечном итоге вытекает Из самих себя отрицающих форм искусства, Из единства прошлого и настоящего, Из деятельности, духа. Кольцо существования тесно. Как все пути приводят в Рим, Так нам заранее известно, Что всё мы рабски повторим. И мне, как всем, Всё тот же жжебий Мерещится в грядущей мгле, Опять любить её на небе И изменить ей на земле. Июнь 1909, 19 марта 1914. Летом 1910 года Андрей Белый в третий, Последний раз после всех разрывов, Мучительных объяснений и вызовов на дуэль, Вернулся к блоку. Теперь уже навсегда. Без единого облачка Их отношения продолжались На протяжении ещё 11 лет. Я случайно прочёл Волынской губернии стихотворение Куликова поля, И действие этого стихотворения На меня было действием грома. Как цикл шахматовских стихов Знаменовал для меня Первую встречу С Александром Александровичем, Как чтение балаганчика Февраля 6 года Открывало для меня Вторую тяжёлую фазу Наших отношений, Так Куликова поле Было для меня Лейтмотивом последнего И окончательного Да между нами. Куликова поле Не раз навсегда показала Неслучайность наших С Александром Александровичем Путей. Перекрещивающихся фатально И независимо от нас, Ибо стиль И тон настроения Вплоть до мельчайших подробностей Был выражением того самого, К чему я пришёл, Что я чувствовал, Что я переживал Всеми фибрами своей души, Не умея это всё высказать в словах. И вот Александр Александрович За меня выразил В своём стихотворении Это моё, То есть опять-таки Наше с ним. Тут я понял, Что эти годы Внешнего молчания Нас соединили вновь Больше всех разговоров И общений. Соединили в том, Что уже не требует Никакого общения. Соединили нас в духе. В десятом году Я уже задумывался Над темой Петербурга. И пусть Петербург Носит совершенно иной Внешний вид, Чем Куликово поле, Однако глубиной Мотив Петербурга, Неудачно выявленный И загромождённый Внешне психологической фабулой, Едва слышимой читателю, Укладывается В строки Александра Александровича «Доспех тяжёл, Как перед боем, Теперь твой час настал, Молись». А вся психологическая Фабула Петербурга Исподлинный рассказ о том, Какими оккультными путями Злая сила Развязывает Дикие страсти Под дыгом ущербной луны И рассказ о том, Как не знаю, Что делать с собой И куда мне лететь за тобой. Я тотчас же написал Александру Александровичу письмо, Подобное первому Мною написанному По поводу стихов О прекрасной даме И получил от него Тотчас же ласковый Острый ответ, Говорящий моему письму «Да». И вновь возникла Переписка между нами. А осенью десятого года Мы все встретились в Москве. Уже по-настоящему, Вечному. Андрей Белый Воспоминания об Александре Бенюке Зинаиде Николаевне Гиппиус Рождённые в года глухие, Пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, Забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, Испепеляющие годы, Безумья ль б вас, Надежды ль весть, Одни войны, Одни свободы, Кровавый отцвет В лицах есть. Есть немота, То гул Набата Заставил заградить уста, В сердцах восторженных когда-то Есть роковая пустота. И пусть над нашим смертным ложем Взобьётся с криком вороньё Те, кто достойны. Боже! Боже! Да узрят царствие Твоё! 8 сентября 1914